Восточная Европа восстала против ЛГБТ. Дмитрий Добров. Инна СМИ. Россия. 2 марта 2020 года. Западные СМИ констатируют растущие сопротивления неолиберальным и мультикультурным ценностям на Востоке Европы. Это проявляется как в отказе принимать мигрантов из Азии и Африки, так и в росте гомофобских настроений. В многочисленных статьях на эту тему отмечается, что борьба с ЛГБТ, группой, в которую входят лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, стала главной предвыборной темой для политиков Восточной Европы и практически создает новое идеологическое противостояние на континенте. В руководстве Евросоюза и многих стран Западной Европы считают, что новые политические альянсы, направленные против ЛГБТ, создаются противниками неолиберальной идеологии, католическими движениями и праворадикальными организациями. В качестве примера приводится небольшой город Свидник на Востоке Польши, который объявлен свободным от ЛГБТ городом. Свидник – идейная плоть находящейся у власти партии «Право и справедливость». Решение городских властей Свидника вызвало возмущение у депутатов Европарламента в Страсбурге, которые потребовали от Еврокомиссии принять срочные меры в отношении гомофобов. На съезде европейских ЛГБТ в Праге была принята декларация, согласно которой новый железный занавес разделил Европу. В декларации подчеркивается, что 30 лет спустя после падения коммунизма на восток континента пришли гомофобия, гендерная ненависть и дискриминация. Однако Свидником ситуация в Польше не ограничилась. Десятки муниципалитетов, в основном на юго-востоке страны, приняли соответствующие декларации, поддержанные католической церковью. Примечательно, что отношение к ЛГБТ стало своего рода определяющим тестом на восприятие неолиберальных ценностей, которые пропагандируют западные СМИ, политики руководства Евросоюза. Согласно недавним опросам, молодые поляки назвали главной угрозой в 21 веке движение в поддержку ЛГБТ и гендерную идеологию. Примечательно, что на второй план в списке угроз отошли российская экспансия, климатические изменения и экономический кризис. Почему именно проблеме ЛГБТ придается такое значение на востоке Европы? Очевидно, что эта тема непосредственно связана с национальной идентичностью, традиционными ценностями, жизненным укладом и биологическим инстинктом продолжения рода. Правящая в Польше правопопулистская партия «Право и справедливость» ПИС, назвала идеологию ЛГБТ опасностью, схожей с коммунизмом советского типа. Именно защита традиционных ценностей стала главной темой предвыборной кампании в Польше и позволила национал-консерваторам выиграть последние выборы. Лидер ПИС Ярослав Кочинский заявил, что навязываемая Польше извнение о либеральной идеологии является угрозой польской идентичности и самому существованию польского государства. В свою очередь, архиепископ Кракова Морек Ядрашевский сравнил радужную чуму ЛГБТ с нацизмом и советским коммунизмом. Аналитики отмечают, что антигейская риторика чрезвычайно выгодна для правых популистов Восточной Европы, поскольку тема нелегальной иммиграции уже в значительной степени исчерпала себя. В Чехии, где общество довольно толерантно относится к ЛГБТ, недавний опрос показал, что 61% граждан готовы поддержать законы легализации однополых браков, консервативные политики используют гомофобскую риторику в борьбе за голоса избирателей. В результате закон об однополых браках застрял в Нижней палате чешского парламента еще на стадии первого чтения, попытки протолкнуть его провалились. Наблюдатели отмечают, что этот закон тайно блокирует премьер-министр Андрея Бабиш, который не дает рекомендации депутатам от своей партии Ана голосовать за него. Недавно Бабиш встретился с представителями консервативной партии Движения за жизнь, которая занимает гомофобскую позицию и выступает за повышение рождаемости и права семьи. В Чехии также набирает голоса инициатива по внесению в Конституцию поправки, как это сделали в Венгрии и Словакии, которая определяла бы брак как исключительно союз мужчины и женщины. Эту инициативу поддерживают представители церкви и лично президент Чехии Милош Зиман. Опросы общественного мнения показывают принципиальные различия в оценке однополых браков на Западе и Востоке Европы. Так, в Нидерландах к однополым бракам положительно относятся 82% опрошенных, Швеции – 71%, Дании – 69%, Бельгии – 62%, Испании – 56%, Германии – 52%. Одновременно в поддержку однополых браков высказываются лишь 11% жителей Румынии – 12%, Латвии – 15%, Греции – 17%, Польши – 18%, Венгрии. Усыновление детей однополыми парами поддерживают 69% голландцев, 51% шведов и только 7% поляков. Особо негативный подход к однополым бракам отмечается в России, Где был принят закон о недопустимости пропаганды гомосексуализма. Согласно ВЦОН, В 2015 году против однополых браков выступало 84% россиян и лишь 7% поддерживало их, Причем негативная тенденция идет по нарастающей. Ожидается, что в новом варианте российской конституции брак будет квалифицироваться лишь исключительно как союз с мужчиной и женщиной, А однополый брак будет запрещен. В ряде регионов России, таких как Чечня, Преследование геев вызывает осуждение защитников прав человека на Западе. В Еврокомиссии констатируют, что за последние два десятилетия в странах Западной Европы произошла положительная эволюция восприятия гомосексуализма и других гендерных проблем. И наоборот, в Восточной Европе возобладали антигейские настроения, для обозначения которых был введен термин «гомонегативность». Гомонегативита Чем обусловлены столь разные подходы? Западноевропейские аналитики видят причину гомонегативности восточных европейцев в экономической и образовательной отсталости, а также чрезмерной религиозности. По их мнению, слишком быстрый переход молодоевропейцев от коммунизма к демократии сопровождался культурным шоком, а также разочарованием в демократических ценностях. Кроме того, политики умело использовали предрассудки населения с целью узурпации власти. Западные исследователи называют ситуацию вокруг ЛГБТ тревожной, разъединяющей Запад и Восток Европы. В результате, восточные европейцы могут со временем отвергнуть западные культурные ценности не только в сфере сексуальной морали, но и в других областях. Таким образом, проблема казалась бы не первой значимости, в сравнении с безработицей, падением уровня жизни и нелегальной иммиграции, стала принципиально важной и даже определяющей в борьбе народов восточной Европе за свою идентичность, традиционные ценности и семью, против геев, мигрантов, веганов, представителей экзотических сект и постмодернистского индивидуализма в целом. Это особенно показательно сегодня, когда неолиберальная идеология переживает острый кризис, а в борьбе против нее единым фронтом выступают христиане, мусульмане, националисты и консерваторы всех мастей. Примечательно, что мусульмане в Западной Европе стали одной из главных сил, противостоящих неолиберальному гору. В целом речь идет о серьезнейшем идеологическом кризисе, в который оказались втянуты все страны Запада и их сателлиты в Восточной Европе. Ведь неолиберализм, по мнению непокорных младоевропейцев, означает утверждение эгоизма, индивидуализма и гедонизма, неумеренное расширение личной свободы и раскрепощение нравов. Именно поэтому они считают, что пропаганда ЛГБТ стала одним из важнейших орудий неолибералов в борьбе с традиционной семьей и христианскими ценностями, которые все еще пользуются поддержкой на Востоке Европы. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.